ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Ну что ж, мы в коем-то веке опять собрались для того, чтобы освещать величие нашей неформальной сцены. На данный момент в программе «Депрофандис» Юрий из группы «Доска почетов». Первый, самый мударский вопрос нашей программы, без которого нельзя, поскольку это некий такой шлюжный ритуал, рассказать, типа, как ты к этому пришел, с чего ты начал, потому что многие приходят и спрашивают, кто это такой. Ну, поэтому надо в двух словах, если будет неинтересно, я на перемотку поставлю. Да ты чего, конечно, я там начал очень давно. Я, как честный человек, в 95-м году поехал в пионерлагерь, а там уже были все субкультурщики, все обсуждали там рэп, металл, панк, гранж. Вот просто, ну, я оказывался неудел. Я тогда интересовался динозаврами, палеонтологией. Ну вот, и как-то уже это выходило из моды, и оказывался не принят обществом. Вали сюда! И мне было интересно, конечно, что как быть в теме. Я, как честный человек, я когда приехал из пионерлагеря, мне родители купили магнитофон, и я купил каждой кассетой у Сонграя по одному представителю. Разумеется, представления о субкультурах у меня были несколько своеобразные, поэтому я купил себе, значит, ну, металл, понятно, какую группу? Металлика. Правильно, металлика. Ну, значит, панк купил какую группу? Sex Pistols. Ошибочка? Русскую, русскую. Сектор Газа. Правильно, угадал. Панк купил себе Сектор Газа. Значит, под рэпом ты точно не догадаешься, я думал, что это Скэтмен Джон. По-моему, надо было мальчишник брать. Не, ну, я как бы, то есть, почему-то тогда это воспринималось как рэп. Да, я купил Скэтмен Джон, соответственно, не помню, Гранж, я, по-моему, ничего не покупал. В общем, произведя сравнительный анализ, я понял, что мне ближе металлика. Ну, честно скажу, конечно... Это маленький пиздюк еще получается. Да, мне было 11 лет. Потому что, разумеется, Сектор Газа – это круто, это матюки, но я не любитель излишнего вот этого матюкового накала. Я считаю, что юмор может быть, ну, и с меньшими матюками, разумеется. Металлика оказалась самая крутая в этом списке, и я с тех пор стал металлистом. Ну да, вот так вот все началось, и потом, соответственно, начали свои, значит, отправления миру музыкальные делать. Наверное, самая первая моя запись была в 98-м году. Я тогда придумал свою первую, как это называется, One Band Project или One Man. Ну вот, что потом стало очень известно. Тогда я очень комплексовал, что я, в принципе, занимаюсь записями один, который назывался «Злой Оз». Если думать, про что были эти первые песни, ну, про то, что на самом деле волновало меня в то время. Гомосексуализм. Нет, тогда это было синоним злых учителей. Злые учителя, которым, соответственно, место не в школе, да. Злые учителя, некая отсылка ко всяким ужастикам, там, каннибализм. Но это на основе чего? На основании металла, то есть… Коррозии металла. Да, действительно, коррозии металла, например. Ну вот, первую запись, я отчетливо помню, сделал 25 мая 98-го года. Я пришел из школы, я сдал какой-то там экзамен в девятом классе и записал песню про то, как я призываю расправиться со школой и учителями. На самом деле я не могу откровенно в текущей жизненной реальности и политической среде цитировать хиты из 99-го года, потому что они попадают уже под статью. Ну, так они все равно еще до сих пор в ВКонтакте можно где-то… Нет, их как бы… На самом деле я думаю, что их маловероятно можно наковырять, поскольку я стучал вот буквально вот так вот ручками там… По столу и книжкам, которые у меня были, и дергал одну струну на гитаре, которую, в принципе, эта гитара невозможно было настроить. Ахмады, прекрати, я знаю, что ты виртуоз. Ну, про это долго не будем, потому что это каждый… Вот, получается, это мантра такая, каждый из наших гостей вот эту мантру рассказывает, они, в принципе, ничем друг от друга не отличаются у всех. Да, все думают, что они личности эксклюзивны, друг на друга не похожи, оказывается, в каждом доме там сидели ребята и стучали. Возошла такая, как бы, формация, как «Злой ой». Ой, ну, как бы тут это… Я, конечно, причастен к формации «Злой ой», но я никогда не был ее участником. На самом деле, почему? Ну, понятно, что мы с Пашей Бомбером были друзья, «Не прибавить, не убавить». Ну, вот, подкуда взялось это название-то, да? Бомбер говорит, я тоже хочу себе какую-то группу, а ты, Юр, не можешь мне подсказать название? А я, на самом деле, почему «Злой ой», «Злой ос» так похоже, да? Вот у меня была группа «Злой ос», да, где… Но я думал, что когда-нибудь я вырасту взрослым и уже начну нормальный дисторшн, гитары, электро, там, барабаны нормальные. И я себе, так сказать, забронировал группу «Злой ой», то есть подумал, да, я буду играть «Ой, как подобает», там, «Ой-ой», там. И себе придумал это название. Потом, когда я что-то вырос, я вдруг понимал, что уже ничего не буду, а буду вечно дергать одну струну. Ну и что-то такое. ну, Паша, ты мой друг, забирай это название. А просто друг? Ну, просто друг? Или больше ничего? В смысле это самое? Не, мне нельзя, я же это уже с женой встречался. А уже было, да? Ну, и вот скинхедством тоже уже начал заниматься активно? Не, разумеется, как бы я слушаю, ой, с 90, наверное, седьмого или 98 года. Ну, вот, то есть я отчетливо помню, значит, мой друг, значит, с интересным прозвищем Спермак. Правда, он сейчас очень не любит, если его вдруг встречают другие 40-летние мужики, когда он говорит, привет, Спермак, когда идет этот самый лысеющий мужчина с женой и с детьми, которые уже выше его. А, так сказать, Спермак это человек, который повыше Юры, где-то метр, наверное, метр 95, вот так вот. Ну, вот, конечно, когда ему другие 40-летние мужики кричат, привет, Спермак, ему это не очень нравится, он больше любит Антон Сергеевич. В общем, он привез сборничек песен с киновских, ну, разумеется, это было с киновских том, понимание, я послушал, такой, ни хера себе, какая крутая музыка. А потому что, ну, музыка была ощутимо прикольная, то есть, если панк, он такой более развязный, распиздяйский, да, и даже как-то, ну, не распевочный, что ли, во многом, да, то есть, даже там тот же Пурген взять, кав-гав, мяу-мяу. А это такая распевочная, такая душевная музыка, мне она очень понравилась. То есть, у Пургена на разогреву, после этого уже больше никогда выступать не будете. Ну, в смысле, я у Пургена же один раз выступал на разогреве, да, уже и хватит. Ну вот, было прикольно, а на следующий год я, по-моему, купил панк, и мне никто, кто-то мне дал панк-революцию, там я услышал группу Террор. Ну вот, мне она очень зашла, прямо вот это, как бы, чувствуется, вот тот дух, который я слышал на кассете, передано в этой группе Террор. То есть, наверное, она была моей первой такой ой-группой, которую я услышал. Ну, групп Террор не делит тусовку на скинов и панков, все вы вместе, и у нас есть общий враг, это рэп, который, как известно, кал, и который наносит дикий вред русской нации. Рэп-то кал. Я, ну, не помню, поехал, купил одну кассету, потом там другую, разумеется, и интересно было, слушал, а потом я на митинге 23 февраля случайно познакомился с... Предыстория такая. Мы стоим, значит, с одной девушкой, Алла ее звали, ну, она как бы не моя девушка просто. Сейчас она, она и так постарше была меня, сейчас... Да не отмазывайся уже, как бы. Ну вот, не, понятно, все, про ком я рассказываю, это все мои... Жена твоя... Тогда жены не было, да, все нормально. Все они будут смотреть эти программы и смотрят... И тогда было, значит, к нам подходит человек, который чуть пониже меня, такой невысокий, что-то тра-та-та, репетиции, такой, типа, ну, типа выступления, такой, типа, а вы кто, да? Ну, постарше меня, такой, а я Федор Волковый. Я был в восторге, говорю, ни хера себе, я прям это, очень люблю твою группу слушать. Говорит, ну, тогда, Юра, приходи, значит, в марте, того же, там, 99-го года, на концерт у нас будет, значит, выступление с коррозией металла и другими группами. Ну, вот, я, разумеется, туда с ребятами из класса пришел, но очень, очень тоже был интересный момент, я-то думал, что на концерты собираются, там, тысячи человек, ну, вот, крушатся залы, а уже тогда было буквально, там, 200 человек на концерте, в какой-то такой, подсобке кинотеатра, ну, вот, ну, разумеется, как и для первого концерта. Дух, определенный дух, определенная атмосфера. Да, атмосфера, то есть, было очень весело, ну, вот, было, и потом я еще бывал на нескольких концертах группы «Террор», да, очень сожалею, что Федор Волков, так сказать, ушел резко вправо, ну, вот, потому что, ну, по-хорошему, он, по-моему, начинал как левак, но тогда было все это очень тесно переплетено, и Федор Волков стал, но я не могу сказать, что он националистом, но консерватором, наверное. Он стал еще пресс-секретарем, как бы, партии «Родина». Да, ну, как бы, то есть, нельзя сказать, что он сделал, как бы, ну, он сделал хорошую карьеру, да, ну, разумеется, да, не могу с ним сейчас в этих вопросах согласиться, но то, что он в развитии русского «Ой, панк-движения» в свое время внес важную, так сказать, часть, бесспорно, бесспорно. А вот что касается вот этого права, левого, как бы, в то время уже, ну, приходилось, ну, как бы, определяться, то есть, ты пойдешь на концерт, а в голове такой, ммм, они вот правые, типа, не могу я слушать эту музыку, не позволительно это. Знаешь, в конце 90-х все, как бы, тусовались вместе, тогда расхождение началось, но оно было не мгновенное. То есть, как тогда было, в принципе, так. Вот были неформалы, там, соответственно, панки, металлисты, скинхеды, разумеется, так сказать, правые, других тогда не существовало, и они, как бы, все любят. Я с тобой поспорил, как насчет других не существовало. Других скинхедов не существовало. А, среди именно вот... Да. Среди скинхедов, как бы, не существовало других, кроме правых. Если были люди, которые не были правыми скинхедами, они были... Как бы и не скинхеды. Они сидели, может быть, у себя дома, да, там это... Нет, они не выглядели, как скинхеды, начать с того. Они не тусовались, их как бы не было. То есть, просто, да, не было. То есть, спустя много лет я спрашивал, может быть, кто-то выходил на связь, так сказать, из 90-х, там, мы там были первые скинхеды, не расисты, нет. Никто не выходил, никого на связь не было. То есть, разумеется, все тогда ходили все вместе на одни концерты, но по большому счету разделение началось из-за агрессивного поведения, да, так называемых правых скинхедов, которые, в принципе, практически на всех концертах неформальных, где они были, давали пиздюлей другим неформалам. То есть, панкам, в большей степени, металлистам, но если под раздачу попадаются, там, байкерам. Стать скинхедом дело нехитрое. Здесь все в комплекте. Музыка, униформа, идеология. Головы бритые, ботинки военные, друзья белые, враги черные. В общем-то, конечно, от этого все и пошло, что уже, как бы, просто, когда ты идешь на концерты, там, что там будет, соответственно, ну, давай, скажем так, фашистская группа, да, то ты понимаешь, там будет раздача, и, ну, как бы, не только, в принципе, можно нарядиться, да, так невзрачненько, типа, да, понятно, если у тебя там на груди секс-пистолс не написано и ракеза нет, тебя бить не будут, но есть, как бы, неудобно, когда бьют твоих коллег, поэтому надо либо впрягаться, а если физически ты не можешь впрячь, то лучше тогда просто этому не оказывать поддержку. а с другой стороны получается, что вот неформальная, ну, среда, она, по сути дела, ну, как бы, не обходится без этих вот драк, и многие ходят туда, как бойцовский клуб, другой момент, что, когда за драками именно стала, именно идеология, то есть, как бы, когда, скажем так, именно вот идеологический... Да нет, ну, конечно же, никакой идеологии не было, потому что я помню, была, как бы, то есть, абсолютно, я помню, был концерт, назывался «Антиспид» в парке Горького, и я абсолютно нормально пришел в футболке Че Гевара, да, я так думаю, что все наши зрители знают, кто такой Че Гевара и с какими движухами он ассоциируется, и там присутствовали, да, так сказать, баны, ну, баны присутствовали, и, значит, соответственно, они давали пиздюлей панкам, металистам, а мне такому красивому футболке Че Гевара они пизды, слава богу, не дали. Почему? Потому что, как бы, ну, не ассоциировали это, типа, ну, чувак чистенький в Че Геваре, ладно, то ли дело грязные, вонючие панки. Не, на другой момент, смотри, получается, что вот этот тот бойцовский клуб, так называемый, образованный, стихийный или не стихийный, либо, может, кто-то за этим стоял, он в любом случае был на чем-то основан, там, на мерче, да, ну, то есть, мерч, как код, ну, дресс-код, получается, дресс-код. Для чего надо было, вот я недавно почитал определенную, да, книгу, какой-то автор пишет, который был во всех этих ОБ, спартаковских ультрасах, он написал, ну, тоже свое мнение, очень интересное, на тему того, что, мол, да, мы пиздили всех, и за счет этого мы привлекали к себе откровенный мусор, который еще больше начинал пиздить всех подряд. То есть, если предположить, что там было какое-то некое, да, там, хардкор ядро, которое было из каких-то таких сознательных людей, которые всерьез увлекались национализмом, то все остальное пришедшее туда, это была откровенная гопота, для которой главной целью было пиздить, как старые добрые неформалов. Ну, вот, ну, чем они успешно, в принципе, и занимались. Ребята, а ждать у скинхеда вообще? Ты, да, да, голова лысая у тебя. Тогда ты скинхед и военные ботинки. А кроме, а кроме... Пузырем. Опять же музыка определенная у нас. Какая же музыка-то? Музыка стиля ой. Музыка ой. Ну, а когда ты для себя определил, что ты, типа, теперь вот, вот теперь я левый скинхед. Ну, не я. В принципе, мне всегда были, ну, я честно скажу, да, можно сказать, нельзя меня, как бы, назвать было леваком, да, вот современный термин, который наиболее подходит к моему идеологии тех времен, это ватничество, да. Разумеется, я, как бы, в те годы был ватником, ну, то есть, жили мы очень бедно, то есть, и мы жили, как семья, бедно, хотя, ничего не могу сказать, то есть, я считаю, это незаслуженно, то есть, мой отец, он кандидат наук, он работал, там, очень долгое время в российской государственной библиотеке, она же Ленинка, то есть, нельзя сказать, что он какой-то ленивый человек, да, то есть, что... Но мы сейчас не про отца. Ну, то есть, как бы, откуда это пошло, да, то есть, почему я действительно был ватником, то есть, я считаю, что было незаслуженно все, то есть, то, что сделали с нашей стороной в 90-е, и то, что сделали с нашими людьми, это было... Эти люди такое не заслужили. Ну, вот, то есть, если у кого-то не хватило вот этой шустрости, пронырливости, чтобы, так сказать, вписаться в рыночек, да, это... Ну, мне тогда, как бы, сейчас раздражает, а тогда просто бесило, да. Пропадите пропадом! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! Негодяи! Я, конечно, был вот действительно ватным человеком, да, я хотел, чтобы, ну да, у нас какая-то была советская власть. Да, мы тогда действительно, то есть, нельзя сказать, что это расходилось, да, с, действительно, какой-то там с правой аудиторией, да, тогда все были, ну, против Ельцина. Но потом, да, началось вот это расхождение, да, то есть, они... Совпали звезды, что, получается, и правые, они как бы начали себя окружать идеологией, ну, то есть, ну, под каким-то соусом себя преподносить, ну, свои воинственные, как бы... Они, они во многом стали косплеить западную, так сказать, правую культуру с Яном Стюартом и роком против коммунизма. То есть, это был косплей. Я не думаю, что в 98-м году они всерьез опасались, что, значит, вернется коммунизм. Ну, это был косплей, да, то есть, или как сейчас, то есть, какие-то идут эти обсуждения, там, леваки там обсуждают в интернете, ну, типа, с провоками, да, там, вам ребята делать нечего, да, то есть, вы как бы, это вот эти вот малюсенькие, да, движения, которые на общественную жизнь страны практически не влияют, что-то между собой прям серьезно ругаются. Не, я понимаю, дискуссии... Или сцену, по крайней мере. Ну, вот, как бы, сцены разные давно уже. Ну, вот, тут... Когда пошло это разделение сцен, что, типа, с этим играть не буду, ну, там, типа, а эти, соответственно, в ответ, там, типа, играть с ними не буду. Знаешь, на самом деле было, я еще в 2004 году был на концерте как бы аполитичной группы «Реактор Москва», «Реактор Москва», он потом стал называться, и публика там была, соответственно, очень разная, начиная от каких-то действительно убежденных гитлеристов, прям, Гитлер хотел освободить Русь там, до действительно каких-то околоватников, которые имели, так сказать, претензии к приезжим. То есть, очень разные люди там были, то есть, от каких-то там профессорских детей, да, которые сами высокообразованные, до каких-то карикатурных ПТУшников. То есть, разумеется, грести всю вот эту огромную среду под одну культуру нельзя, это правда. Ну, вот ты говоришь, как действительно здравомыслящий человек, но ты же можешь как бы охарактеризовать то, что происходило и возникновение вот этого, ну, именно так же воинственного как бы подразделения, там, антифага? Ну, разумеется, да, то есть, откуда это пошло? Когда панки вынимали несколько лет подряд на концертах, ну, вот, кто-то из них, да, захотел наконец дать сдачу. Ну, в этом-то, да, вся всегда суть. Очевидцы и авторы, субкультурные авторы тех лет упоминают, что буквально там несколько человек, там, гопников, скинхедов, но которые были с другом связаны, спокойно разгоняли толпу панков, фанатов Пургену и стакады. То есть, ну, понятное дело, за счет чего это было? За счет того, что они бы их было немного, но они были сплоченные, а панки на Пургене друга видели, дать организованного сопротивления. И, разумеется, тогда люди придумали вот это организованное сопротивление, ну, которое действительно так или иначе имело бренд такой, антифа. Бренд антифа, который, в принципе, и есть также и на Западе? Конечно, нельзя очень-то тоже, как мы говорим, что вот право это было очень такая разномастная, так и, так сказать, антифа, это тоже очень разномастная аудитория. То есть, начиная действительно, я, почему, я думаю, что это большинство, так сказать, ну, панки, которые пострадали или их друзья, которым обидно. Но я вот действительно недавно прочел интервью, были какие-то люди, которые действительно всерьез, так сказать, вот, надо помогать приезжим. То есть, ну, разные были люди, разный соус там действительно и широкий очень спектр. Вот сейчас, когда люди стали говорить, оказывается, одни были прям вот настоящими леваками, леваками, там, прям, чтобы анархи во все поля. Другие, да, другие, наоборот, типа, марксисты, опять же, разные бывают. То есть, начиная от таких либертарианских евромарксистов, кончая вот такими прям сталинистами, упоротыми. Ну, и действительно, едва ли не там ватников всяких было, которые, типа, деды воевали, а что они за Гитлера-то, а? Нет, деды воевали, и я как бы не могу там, простить, да, такие фокусы. Дружок, ну, рассказывай, зачем ты зигуешь там? Шутка. Шутка, блядь, ну, нихуя ты шутничок. То есть, очень были разные люди, ну, вот, ну, они, так или иначе, да, началась вот эта войнушка. То есть, антифа, да, они перешли от, возможно, защиты каких-то своих панковских концертов к противодействию, да, вот, тем людям, которые, ну, давай, скажем честно, зачастую выглядели как фашисты. Ну, да, то есть, это было много, насилие лишнего, абсолютно ненужного, ну, да, то есть, наверное, какие-то люди, которые прыгали на панк-концерты, они должны были быть наказаны. Ну, поясни, что нужно делать, чтобы выглядеть как фашист? Орликина, там нации. Да ты что? В натуре, сам видел. Этот. Ну, что, Исаул, выйдем поговорим? Ну, тогда, кстати, атрибутика была, в принципе, носилась, начиная там от характерных футболок. Футболка Сидвишевса, знаменитая. Ну, вот, не, ну, тогда так, вот таких я не видел, честно, признаться, таких ламповых скинхедов, которые бы носили свастику, ну, разумеется, там кельтские кресты, скрилдрайверы. Подтяжки, это уже, как бы, повод заявить о тебе, как о фашисте? Ну, да, соответственно, вот эти триколорные подтяжки, ну, то есть, да, а потом уже стало еще, так сказать, веселее, когда вот этот стиль кэжуал возник, да, то есть, могли доебаться, да, откровенно там. Кепка Торштайнер там. За дне, ну, там даже проще, за белые кроссовки. Тут надо понимать, что, как было, очень много, соответственно, откровенного мусора. Ну, с другой стороны, это молодость, и, по сути дела, все медвеговы просто желание выделиться, ну, и, соответственно, подраться. Ну, да, то есть, нет, тут нельзя сказать, что все было, что были там, типа, там, с одной стороны, злые злодеи, а с другой стороны, святые борцы с ними. Везде хватало плохих людей, которых зачастую мы сейчас и не встретим, а некоторые люди и туда, и сюда бегали, и, как бы, это, ну, норма жизни, что тут сказать. Но вот на фоне этого всего появилась уже у вас полноценная группа, вот как раз доска почетов, в каком году, и на фоне этого ли? Не, разумеется, уже, как бы, мне кажется, что субкультурные войны закончились, в принципе, ну, примерно там, в нулевые годы, ну, может быть, чуть позже, и, конечно, этому... Они перешли в интернет? Ну, они всегда были в интернете. Конец этому, конечно, положил дядя Степа, ну, вот, который, в принципе, всех лидеров вычислил, взял в оборот, ну, вот, и кому-то погрозил пальчиком, кому-то посадил, и, собственно говоря, хотя, как бы, я не знаю, на что рассчитывали активные участники, было понятно, что со временем рука системы до них дотянется. Ну, какие-то лидеры движения, возможно, срубили на этом хорошие, там, куш, или получили должности, там, скажем, пресс-секретаря, там, Ну, не, надо очень четко разделить, так сказать, лидеры националистических фракций и лидеры уличных, так сказать, банд. Это две большие разницы. Или фронтмены популярных групп? Ну, фронтмены популярных групп, да, я не знаю, кто из фронтмены популярных групп сильно заработал прямо вот на таком махровом антифашизме или, наоборот, махровом фашизме. У нас экстремистская, суперэкстремистская группа, суперэкстремистские тексты. Лидеры групп, они как бы, их могли некоторые группы относить к одному лагерю, к другому лагерю, но это, ну, как сплетни, да, понятно, что если ты выступаешь под свастикой, то, наверное, с тобой дискутировать не очень все понятно, да, некоторые группы, которые, ну, как бы мы это против мигрантов, потому что они туда-сюда, ну, точно. Ну, отступать под кельтским крестом, например. Знаешь, это, ну, тоже как можно пошутить, так под кельтским крестом выступали кельтик-панк группы, но это немного другой кельтский крест с узорами. Конечно, что кельтский крест, который мы видим на шарфиках, там, 90-х годов, кельтский крест, это воспринималось как символ хулиганства. То есть, все, все, как бы, все хулиганы, все скины, там, кельтский крест, это наш символ, вообще, это прицел, на самом деле, ха-ха. Ну, вот, в общем, ну, это такая тема, как тема была. Ничего, ничего особенного. Конечно, доска почета возникла уже в более позднее время на основании, ну, некой традиционной скинхед-культуры. Меня, на самом деле, ну, еще в те годы всегда очень удивляло, да, я не могу назвать себя каким-то знатоком истории, но я отлично знаю, что, так сказать, товарищ Гитлер, это не тот человек, который со скинхедами ходил на рынок устраивать погромы. Да, это человек, который там, властный, очень требовательный к подчиненным, очень нелюбящий собственного мнения и, соответственно, не понимающий юмора. А тут эти хохотульки, там, это, угарчики, блин, почему, да? Не, я могу понять, что это как пугало для обывателя, все нормально, но как люди всерьез думали, что, типа, там, это, этот человек бы всерьез с вами дружил, в смысле, как он дружил? Дружил бы он, когда вы выполняли бы его приказы, он бы с вами дружил, когда вы перестали бы выполнять его приказы, как штурмовики, да, у которых там свое мнение было, соответственно, быстренько бы разобрались. Ну, блин, что было, то было, такое было время. Разумеется, ну, у меня больше понимания, что скинхед, это вот культура дружбы, гордости, в том числе, да, за страну. То есть, каких-то приключений, да, скинхед-культура, это в том числе и насилие. Но зачастую, да, то есть, если мы изучим даже западную скинхед-культуру, дрались они, в общем-то, между собой. Ну, да, соответственно, насилие, в том числе, по отношению к неформалам, хиппи каким-то, да, то есть, ну, все это было. Ну, это, да, по отношению, если мы говорим про Англию, там, в том числе и к мигрантам, но это по большому счету, ну, какая-то другая тема была. То есть, это не было связано с глубоким изучением, там, черепов, замеров и строения. Да, это был угар, веселье, молодость, со всеми плюсами и со своими, со всеми минусами. То есть, доска почета, она больше, вот именно в этом направлении, то есть, как должно быть. То есть, это друзья, это тусовки, это, да, там, пиво, ну, действительно, это драки, да, это, ну, проблемы с органами. Все это было, есть и будет у молодых ребят. И это нормально, да, то есть, ну, вот, да, вот это было интересно. Ну, то есть, грубо говоря, ты, как бы, почувствовал свою мудрость с прожитых лет решил себя вернуть ее как молодого, как молодого человека. А я помню видеокассеты. Именно. У меня были и аудиокассеты. Я использовал AOL, чтобы серфить по сети. Я очень старый. Я не знаю, я не чувствую себя, как бы, знаешь, для смеха люди говорят, типа, я уже старик. Ну, я тоже могу говорить, но я не чувствую себя старым, я чувствую себя как там умным 16-летним. Ну, вот, то есть, да, вот, что такое, когда тебе 16 лет, там, ты хочешь поцарапать машину буржую, да, вот, конечно, я тоже хочу, но понимаю, что там камера, ну, вот, я, наверное, воздержусь. Ну, если бы не было камеры, то... Ну, конечно, буржуйскую морду, то, эх, все записано. Ну, вот, как бы, да, увы, камера есть камера, баловаться нельзя. У меня, кстати, есть, да, на эту тему песню доски почета, называется «Мордобой», про то, как, так сказать, престарелые хулиганы решили оторваться по старинке, а потом к ним пришли, потому что их увидели по камерам. Ну, стараюсь писать про жизнь песни. Ну, сколько у вас уже альбомов? Ну, на самом деле, конечно, у нас не альбом, у нас выходят епишечки по три песни, потому что, конечно, чтобы писать альбомы, надо и уметь играть, и иметь время, деньги, это, конечно, трудновато. Это превратилось уже в такое некое периодичное хобби, то есть, ну, хобби, как вот спортзал ходит не, ну, не раз, там, за жизнь, а раз, там, в какой-то период, и вот вы свое время уделяете этому именно как культуре. Да, разумеется, надо этим заниматься, то есть, у нас первая запись вышла, значит, в, 2019 году это была запись «Продолжай», там, значит, три песенки, потом вторая запись, значит, сплит с группой «РГ-6» из Владимира, через год вышел, ну, там, это, соответственно, 4-5 песенок, то есть, там, на кассете, по-моему, 4, там, в интернете 5, потом у нас следующая запись «Факелы в раю», и, значит, в прошлом году, в 22-м году вышел последний на сегодняшний момент «Епишка» «Музыка для нас», ну, там еще у меня было, ну, не у меня, у нас был отдельный такой, не знаю, сингл Бен Шерман из «Фамилии», клип у нас выходил, вот сейчас на монтаже, второй клип, он такой попроще, объективно, будет просто выступление, ну, вот, то есть, слава Богу, кстати, нам очень много людей помогает абсолютно бесплатно, или там буквально, вот, за пиво, очень благодарен нашему другу Сергею, который нам рисует картинки, вот, видеоклипы снимает, да, наш друг Тима, значит, по прозвищу «Боцман» нам записывает записи, тоже, ну, буквально за пиво сводит, отличный человек, так сказать, понимает, чего мы хотим, слава Богу, там, концерты нам устраивают люди, вот, Алиса, Алена Котовская, Саша Рабочий, бесплатно, для своих, приглашают выступать, очень признательно, замечательно, хотя, возможно, мы на концертах не оправдываем ожидания, но нас терпят, слава Богу. Но, в целом, это какой-то некий, вот, клуб, такой, по интересам, вот, клуб по интересам, глобальный, который объединен, вот, этой вот, ой, ну, ой-сценой, наверное. Да, наверное, наверное, в современной российской культуре это можно назвать, да, такой, ой-сценой, ну, вот, разумеется, да, то есть, организуются концерты, люди, ну, я думаю, все друга знают, более-менее, или хотя бы, через, там, одно рукопожатие знакомые. Вот, но все те группы, которые возникли и ранее, и позже, они все, играющие эту музыку, грубо говоря, практически друг друга знают и поддерживают. Да, то есть, если говорить, то есть, самая старая такая, ой-группа, да, но если мы не говорим, я дистанцируюсь, да, от обсуждения, так сказать, правой темы, да, я говорю, ну, про нашу сцену, которая, да, там, действительно, аполитичная, или левоаполитичная, да, то есть, такой забавный термин, но, из песни слов не выкинешь, да, то есть, учитель труда, выступали, замечательный человек Паша, вот, может быть, когда-нибудь, да, ты с ним познакомишься, человек большого ума, так сказать, незаурядного, юмористического, склада, с ним очень интересный, интересный человек, ну, вот, он постарше нас, да, есть старая, ну, старая группа Запоя, она вот сначала нулевых играет, ну, очень-то мастерски играют, молодцы, профессионалы, ну, вот, другие группы, ну, помоложе, да, вот, скажем, мы выступали с группой Когорта, кстати, недавно из глубин воскрес Севентин, ну, вот, да, вот, наверное, вот Севентин и учитель труда самые старые, но Севентин, он больше, ну, наверное, в пользу панка, можно его отнести, то есть, это не ой, а ой панк, то есть, мы тоже с ним выступали, такие умудренные, тоже жизнью мужики, очень приятные, очень здоровые, причем, кстати говоря, играют очень хорошо, я же был на Севентин, там, в нулевых, ну, блин, две разные группы, понятное дело. Ну, там вокалист стал, тоже политический, политическую карьеру у себя, там, а теперь, кстати говоря, выступает его сын, ну, вот, то есть, дело передано по наследству. На самом деле, да, конечно, было бы интересно, может быть, мы будем как-нибудь в Брянске, именно я в Брянске был, но не с концертными целями, да, может быть, с ним лично познакомимся, обсудим, как вот он живет, как он думает, но, насколько я понимаю, что он вот с этими ребятами контакты поддерживает какие-то, да, они что-то там обсуждают, но работа у него, конечно, да, другая. Конечно, да, хотелось бы отмазаться от левого крыла, но на самом деле в интернете был, меня, так сказать, какой-то, так сказать, представитель правого крыла поставил на место. Ну, когда я сказал, ну, я политикой не интересуюсь, он мне честно спросил, Юра, а вы выступаете с группами правыми? Нет, конечно. А с левыми? да, конечно. Ну, говорит, ну, в принципе, все понятно, кто твои друзья. Я говорю, да, укрыть мне нечем, как бы у меня, конечно же, есть друзья коммунисты, анархисты, да, то есть, ну, то есть туда, крыть нечем. Действительно, есть там правое крыло, есть левое, есть около правое, есть около левое, да, наверное, мы около левое. А на самом деле, наверное, самый мой был успешный жизненный музыкальный проект, это участие в группе Тед Кочинский. Вот, расскажи, пожалуйста, о участии в группе Тед Кочинский, как бы, в каком-то году, чего, и кто там вообще участвовал? На самом деле, предыстория была такая, очень интересная. Я с Петей по прозвищу Пит был знаком, там, с 2002 года, он мне позвонил однажды, Юра, я хочу играть в хардкор-группу, значит, которая потом стала проверочной линейкой, не хочешь играть на гитаре? Я говорю, знаешь, Петя, у меня проблема, я не умею играть, поэтому, извини, поищи кому-нибудь другому. Говорит, ну, ладно. Ну, потом, значит, проверочная линейка стала широко известной в узких кругах, да, и до сих пор эту группу слушают. Ну, она распалась, потом, не снова занят, питкает, Юра, я решил создать группу, ты не хочешь у меня играть на гитаре? Я говорю, знаешь, Петя, за прошедшее время я не научился играть. Он мне говорит, ну, теперь это уже и не надо. Ну, вот, такой, ну, так, да, конечно, хочу играть с тобой в группе. И, значит, он придумал группу Тед Качинский, с нами играл его друг Руслан, и, значит, и, значит, и друг Грюндик. Ну, вот, кстати, ну, если говорить о предыстории, до этого барабанщик Руслан играл, в 100-500 групп, он вообще мастер играть на барабанах, реально, наверное, сам профессиональный участник нашей группы, он играл, начиная, как он действительно, с проверочной линейки, с Петей, кончая группой Нона Мордюкова, и еще с Укропом играл. В общем, Руслан молодец играл. Ты назвал столько групп, мне вот такое количество интереснейших просто групп, как бы, огромное количество, а вот этот Тад Качинский, что это вообще за мыло такое, что вообще происходило-то вообще? Мы хотели играть краст, дебит, но вот, это было озвучено, и мы тогда, да, то есть, собрались, стали писать трехаккордный запор, и играть как могли, мои навыки подтянули, кстати говоря, ребята, да, они мне помогли, они терпеливо подождали, пока я более-менее научусь, это, три аккорда, да, играть три аккорда, ну вот, ребята мне помогали, мне там это, но вы их играли и записывали, так же, что по одному аккорду, как бы, а потом на компьютере склеиваешь? А на самом деле, мы тогда были более простые ребята, прям записывали, записывали, целиком, прям одну песню, ну там были, там из двух частей, или из трех частей, там, все-таки из трех частей, очень мало склеивали, потому что, ну, true, true должно быть true, и мы даже тогда не знали, что он, типа, ну сыграли и сыграли, мы же крутые, и у нас были, блядь, вот самые офигенные концерты, вот это была самая, так сказать, нестандартная группа, у нас был концерт на празднике московского комсомольца, в клубе «Релакс», в лесу, значит, ну, просто в клубах там, Москвы, значит, в Евросоюзе, да, в Крыму, в общем, прям... в каком таком Евросоюзе, в Берлине, в Чехии, в Польше, в Словакии, вот это уже действительно величие, прошлись, прошлись по всему вообще, по всей, о, да, Евротур, Евротур, да, был у группы Тед Качинский, слава богу, мне повезло, я вообще доволен, как бы до сих пор, куда она делась, регулярно вспоминаю, знаешь, на самом деле, Пете надоело, Пит, он такой, ну, несколько странный для меня человек, потому что, конечно, его нельзя назвать каким-то махровым субкультурщиком, вот есть какие-то прям махровые субкультурщики, для которых там это прям очень важно, у кого там какой прям и ракет стоит, как там вот эти три аккорда сыгрались там, а Петя, как бы, интеллигент, он больше философ, если вещи не приносят денег, а ты уже взрослый, то оно либо заканчивается, либо занимаешься этим, как, прям вот совсем как хобби, и прям это хобби, именно прям вот золотыми буквами. Петя всегда был человеком, как бы альтруистом, и, кстати говоря, даже вот этим самым Аскетом, да, вот, он был, он жил бедно всегда, то есть он не гнался за деньгами, и причина распада Теда Кочинского, разумеется, не в деньгах, просто, как бы, ну, он был нашим лидером, объединяющим звено в группе, и когда он сказал, что он больше не хочет, ну, в принципе, я как сказал, ну, я как-то... и дальше делу действительно уже было нечего, но, говорю, это человек, я его не могу, его обвинить в... Ну, еще бы обвинительство, это его группа. Ну, вот, в каком-то сребролюбии, да, всегда был аскетичный, всегда был бедный, и над ним, как бы, ну, действительно люди посмеивались, почему ты зачастую выглядишь, это не как скинхед, а как дворник, ну, вот, ну, потому что этому человеку не нужны были дорогие шмотки, и не нужны было какое-то, да, лизоблюдство, ну, максимально прямой, отважный человек, может быть, он что-то, да, совершал в жизни неправильно, но всегда он был впереди, всегда первый вывозил задвиж. А ты был его прям правой рукой? Да, нет, это бы забавно было сказать, конечно, мы с ним дружили, да, то есть, понятное дело, что дружба, она, ну, он непростой человек, с ним хорошо, так сказать, делать дела, то есть, вот когда ты с ним вместе что-то делаешь, мы вот ФНБ кормили бедняков, бомжей, с ним вот играли в группах, да, он замечательный человек, с ним что-то делать, но вот я не, я не знаю, это как тогда, но просто, типа, там, выпить с ним это пивка, да, стритейджи все были, ну, или просто, там, обсудить, типа, давай там это, а вот как твоя жена-то, типа, моя суха такая, нет, с ним это, боюсь, и сейчас невозможно, это человек дело, ну, когда с ним делаешь общее дело, замечательно все, цены ему нет, а можно ли просто так с ним, как-то стандартно дружить, там, то есть, это коллега, ну, как бы, отличный человек, да, но когда ты с ним что-то делаешь, деловое, делляга, делляга и посредственность, ответственность. Нет, это, я думаю, что Питт один из тех людей, который, ну, как, не знаю, икона движения, или как, ну, один из тех людей, который очень много сделал, который до сих пор в истории этого движения. И слава Богу, что все, все, дай Бог ему здоровья, чтобы все у него... Да, насколько я знаю, он живет в Европе сейчас, у него семья, ну, вот, да, там, не просто пришлось освоить новую профессию, насколько он программист, по-моему, сейчас раньше этим и занимался, ну, молодец, молодец парень. Возможно, мы с ним еще увидимся, возможно, как там, дела какие-нибудь поделаем, да, я всегда буду рад его видеть. Думаю, не скоро это все получится, поживем, увидим. Да, поживем, увидим, но, разумеется, отличный человек. Какой прогноз у всего этого движения? Это будет все таки вот маленькое, полуподвальный какой-то, небольшой клуб, как бы, вот так и будет продолжаться? Либо, вообще, это то и скоро уйдет совсем, а будет только, например, Децл, ой, не Децл, какого-то там, Моргенштерн и Инстасамка, например. Да, ну, видишь, Моргенштерн-то уехал, да, все, мы его победили, Моргенштерн и победили, мы молодцы. Ну, вот, да, очередь за Инстасамкой. Конечно, на самом деле, это музыка для взрослых, ничего нельзя сказать, а когда просматривают, да, там, посещаемость доски почета, или, там, моего сольного проекта, о котором, да, мы тоже поговорим, наверное, все-таки, основное количество людей, которые это слушают, это 30-35 лет. То есть, если говорить честно, людей, которые слушают это старше 40, больше, чем тех, кто слушает это младше 18. А старше 40, соответственно, просто не ходят на концерт, а удовольствуют с МП-тришкой. На самом деле, некоторые ребята ходят на концерты, ну, вот, ну, как бы, объективно, причем, кстати, крепкие мужики, вот, у нас был концерт, значит, мы играли с группами Клоунс, Четвертое Сословие, Олд Роберс, там был такой мужичок, наверное, ну, как ты по возрасту, то есть, как бы, за 40, у него это самое, произошел, так сказать, конфликт, там, была потасовка, так сказать, с людьми, которые без шуток, ему в дети годятся, ну, вот, ну, там, всех растащили, все, отпиздил детей. Нет, ну, как бы, там дети тоже такие, спортсмены были, и он, кстати, был не то, что, ну, конечно, такой, не, это не совсем, это там, 90-60-90, такой, ну, крепкий, взрослый мужик, это, да, такая, выступили на равных, с молодежью. Что мы понимаем, что это, в принципе, как и остался в некотором, вроде, бойцовский клуб, который, может быть, скоро будет делиться не на правых и левых, а скорее на реально бойцовский все-таки клуб, либо диванный, диванный ой, где, ну, просто люди не слушают. Я, на самом деле, думаю, что многие люди, как бы, ну, как постарше, боятся прийти на концерт, ну, не потому, что они боятся драки, а боятся, что им будут не рады, что они там будут чужие, то есть, да, я откровенно встречал людей, которые за 40 слушают эту музыку, ну, может быть, даже из-за, мы вас знаем одного нашего друга, которому уже 50 исполнилось, он это слушает, ну, вот, я думаю, они бы с удовольствием ходили бы на концерты в большем количестве, если бы, ну, не сомневались, что их там, как бы, рады видеть, что они там будут свои, или, как минимум, что на них никто не будет, там, косо смотреть. Что же со мной такое? Я уже так сильно устал. Ребята, я, кажись, старый, или хотя бы нальют им какого-нибудь нормального пива, а не вот эту мочу, которую в клубе всегда сейчас нальют. много людей по-хорошему хотели бы. Бойцовский клуб, да, разумеется, драки встречаются, раньше, конечно, даже между собой было драк больше, сейчас, конечно, меньше, но люди это поднажираются, там вспоминают, кто у кого девушку увел, кто там недостаточно правильный, да, бывают потасовки, ну, откровенно говоря, их быстро разнимают, то есть, все люди взрослые, сознательные, так сказать, особенно, кстати, приятно, что у нас на концертах еще есть такие спортсмены, которые занимаются единоборствами, и растащить парочку, так сказать, пьяниц для них не составляет труда. Ну, вот, ответственные ребята, да, хватит тебя, так схватили, и все, и больше ты кулаками не машешь, просто, потому что тебя так аккуратно взяли. Если ребята устраивают какую-то мошь-яму, там, то, собственно, к ним тоже никто не подходит особо. Ну, когда ногами-то высоко машут, наверное, да, зубы-то, они, это, не бесплатные. Не, ну, говорю, все, в принципе, очень душевно, сейчас, таких, как бы, каких-то мега-ублюдков, там, да, супер-маргиналов, конечно, нет. Все взрослые, интеллигентные люди. Взрослые, интеллигентные люди, а молодые, молодой крови, как таковой, как бы, не вливается особо. Да, разумеется, тут нельзя сказать, как я говорю, основной процент, это 30-35 лет. Разумеется, есть ребята и девчата, и там, по 16, по 20 лет, да, встречаю, приятно, как, на самом деле, как там, в прошлое попал, надо видишь, какой-нибудь такой худенький паренек, лет 16 стоит, так сказать, правильно одетку, ничего себе, там, как это, как в прошлое попал. Очень приятно, конечно, таких видеть. Косплейщики такие. Ну, тут, как бы, а что такое косплей, да, человек хочет пережить эмоции, которые были в 90-е, а почему он не хочет приобрести свои эмоции, так сказать, для себя, да, вот он правильно одетый, пришел, так сказать, на правильную музыку в окружении, с правильными ребятами, и почему? По-моему, так и должно быть. Ну, да, конечно, я просто, типа, подъебываю. Не, возможно, что есть, конечно, и косплейщики, которые думают, что вот раньше так было здорово, но мы туда не успели. Раньше что-то было здорово, а что-то здорово сейчас. То есть, тут, как человек, который может объективно видеть то, что было тогда, и то, что было сейчас, я не могу сказать, что раньше когда-то было true, а сейчас все позеры, всегда хватало и черти чего, и хороших людей, хороших организаций, концертов. Что-то было, да, вот как бы, что было раньше, возможно, лучше. Давай, короче, не будем сопли жевать, там, по поводу раньше-не раньше, лучше расскажи вот это отношение скинхедов и ой-представителей к работе, к которым ты мне постоянно выносишь мозг в интернете. Да, кстати говоря, я думаю, что в принципе большинство людей, которые старше 30, разумеется, работает. Не, ну как, ой-движение, рабочий класс, и все такое. На самом деле, вот я честно скажу, не знаю на тему того, что прямо рабочий, рабочий класс, это была, ну, возможная фишка, которая шла из, так сказать, оригинального скинхед-движения. тут, наверное, можно упомянуть термин косплей. Ну, вот, то есть, вот именно что такое прямо рабочий, рабочий класс, да, то есть, ну, это не те люди, которые работают в найме, а те, которые действительно молотком стучат. Да, я вот, например, сам работаю на заводе, и в прошлой жизни, там, в прошлом году на заводе, то есть, я, наверное, заводом посвятил много в своей времени, но, разумеется, как бы, ну, не могу себя отнести прям к рабочему классу. Я, кстати говоря, читал что-то западный какой-то скиновский форум, там, а где вы работаете? Прям людей, которые стучат молотком, единицы. Большинство людей, учителя, фотографы, врачи, да, банкиров, там что-то никто не сознался. Но, так или иначе, да, наемные работники, может быть, ну, с относительно небольшими зарплатами, ничего такого, да, никто не сознался, что он там себе заработал миллионы. Ну, вот, то есть, да, конечно, большинство людей, это так или иначе, наемные работники. Есть люди, у которых какой-то свой бизнес, да, те, которые, ну, как и называется, там, ИП, самозанятые. Ну, вот, есть те, которые, да, объективно работать не любят. Ну, разные люди, но... перечисляешь, такое у меня в голове рисуется целая толпа, как бы, огромная, там, красная площадь практически. Да нет, ну, если говорить, что там, скажем, если на концерт собирается, ну, там, порядка ста человек, например. вот, понятно, что сто человек, да, из них там... Да, из них десять человек студенты, да, из них десять человек работать не любят, из них десять человек ИП-шники, остальные семьдесят человек, это, ну, на разных работах работают. Кто там... Кто там в Госдуме, там... Не, ну, как-то, у нас врачей много, например, вот, прямо целая эта... бригада врачей, так что если на концерте перепил, да, или пизды, или просто плохо стало сердцем, потому что тебе уже 35 лет, ну, вот, тебя откачают, скорее всего, умереть не дадут. Ну, вот, врачи... С такими людьми и можно встретить апокалипсис. Да, как бы, то есть люди приятные, умереть с ними, конечно, не жалко, если вдруг небеса нас обрушатся, то было все, было не зря. То есть никто не блюет по углам уже, как бы... Не, ну, конечно, любой нормальный человек иногда любит поблевать по углам, но это... Органичные, но опять-таки, ну, нельзя подводить, вот я помню, недавно видео смотрел про то, как, значит, наш бывший участник Доски Почеты, а нынешний участник, ну, и тогдашний Gunfighters, Никита Акап, и Леша Желтый обсуждали, почему не любят панков. Ну, разумеется, когда-то наблевал в углу, возможно, в этот клуб нас больше не пустят. Мы же, ну, не платежеспособная публика-то, да? Пришло 100 человек, наблевали в углу, выпили полторы, это банки пива, нужно вести себя прилично, но что ж поделать-то, если не все умеют. Да ему за 50! Я просто хотел тусоваться. Мы тут, так сказать, потерялись. Начали про 90-е годы, перескочили в 10-е годы. Ну, а Зосим хотел бы пожелать и тебе больших удачей зрителям. На этом мы как бы немного остановимся. Если захотите, встретимся еще раз. Да, пишите комментарии, ответьте на вопрос. И так хронометраж не резиновый. Программа «Из глубины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова